Всем привет, дорогие друзья, с вами Аришнев, со мной сегодня... Сафик1234 и Пашка Селя, всем привет! И сегодня мы приехали в заброшенную деревню, чтобы поймать картун шипа. Было очень много комментариев, что есть очень много картуна. И картун шип стал один из первых, кого мы сегодня обязательно подснимем на дрон. Последний раз картун шипа видели в этой деревне. Она наполовину заброшена, но здесь есть некоторое количество построек, которые реально заброшены. Возможно, он живет именно здесь. Мы уже разбили неподалеку лагерь, давайте пойдем оттуда запустим дрон. И покажем ребятам вообще всю эту локацию. Плюс у нас там еще теплая обувь в палатке, погнали! Наша палатка! Уже дымится, чтобы было тепло, и ноги мы свои защитили. Сейчас хоть и плюс два, но очень холодно, кругом до сих пор снег. Запустим дрон, чтобы обследовать деревню и дома, местность, где в последний раз видели картун шипа. Ты готов? Я всегда готов особенно снять овцу, которая из семейства картуна. Сейчас я вам хочу показать человека, который собственными глазами видел картун шипа. Это же правда, что вы, шериф этой деревни, почти его поймали? Именно. Я не только почти его поймал, я едва остался в живых. Мне недавно приставили напарника работать в деревне. Ну, ничего особенного, мелкие ограбления, да, проблемы фермеров. Но однажды нас вызвал один старичок, сказал, что у него какие-то проблемы со скотом. Мы, разумеется, поехали на вызов. И по пути к сараю старичок нам рассказал, что кто-то повадился к нему убивать его скот. Первыми пали несколько овец. Мы, конечно же, решили, что это просто собаки или, может быть, волки, решили полакомиться. Но придя в сарай, мы были в шоке, потому что овцы были просто разорваны в клочья. Ладно, давайте, ребята, сейчас обследуем деревню и разберемся, что к чему. Возможно, мы что-то увидим. Взлетаем! Деревня здесь небольшая, поэтому, наверное, ее и терроризирует картун-шит. От цивилизации далеко, кругом леса и буквально парочку домов. В основном все заброшено, но местные жители до сих пор держатся. Смотри, слушай, вон все дома. По-моему, даже жилых людей-то нет. Вообще ничего не видно. Даже жилые дома в любом случае есть. Всегда в любой самой даже заброшенной деревне остается какая-нибудь бабушка или дедушка, которая держит всю деревню. Здесь, где много домов, картун-шипа не видели. Его видели именно с усадьбой, которая около озера и находится вот там, вот за Пашкиной спиной. Рядом с ней лагерь разбили. Так, подожди, подлети-ка поближе вон к тем домам. Там, по-моему, что-то странное, нет? Что тут смотреть? Это обычные дома. Нужно к усадьбе продвигаться. Именно там мы видели в последний раз картун-шипа. Да ты с ума сошел. Если мы не будем смотреть каждый уголок, то тогда мы не сможем найти картун-шипа. Нам нужно посмотреть прям каждую овечку, если она там есть. Ты в любом случае не сможешь посмотреть каждый уголок, потому что зарядка на дроне сядет, да, Пашка? Да! Вот местность, где именно мы стоим. Вот здесь вот развалины, рядом с которыми мы палатку разбили, а там усадьба. Слушай, ну это тоже бывший загоновец, хоть и разваленный. Смотри, смотри, Пашка, 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 смотри! Что там? Что вы там видите? Нужно смотреть деревню, тут нечего смотреть. Надо усадьбу изучать. Хоть нам и сказали, что это в усадьбе, но я уверен, что картун-шип побежал в другое место. А может он там живет, как думаете? Аккуратно, не сломай дрон об дерево, еколы маны. Что там? Я хочу спуститься, посмотреть, что в окошках. Ты уверен, что у тебя хватит мастерства? Артем, будь осторожен. Слушай, ну это мой след, нет? Я там проходил, хотя так близко к усадьбе не подходил. Аккуратно, что-то засек наш дрон. Он ругается, 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 дрон ругается. Я табличку вижу. Как ты ее разглядел? Что там написано? Там же дрон, пилик, у нас дрон специально обучен, и он фиксирует все движения. Убирайтесь. Это он нам? Ну что, Сафик, теперь ты хочешь в деревню лететь? Я же говорил, там нету картуншипа. Картуншип по-любому прячется в этой усадьбе. Не просто так он оставил здесь табличку, убирайтесь. Ну, Пашка, ну скажи ты ему. Да, видимо, его туристы заколебали, которые так же пытаются его найти или спасти своих овец. Он такой, уходите. Слушай, так это же всего в 100 метрах от нас. Думаете сходить, проверить, что там? Надо идти и проверять. Сейчас отлечу. Сажаю дрон. Сафик, лови. Поймал птичку. Давай, одевай заглушку. Все, ребят, выдвигаемся к той усадьбе. Пацаны, погодите, а не хотите ли покушать перед тем, как отправиться на это испытание? Слушай, да, мы там голодные тогда будем ходить. Ну что мы, Пашка, хлеб будем кушать, а? А где там колбаса, сыр, еще что-нибудь, Паш? Ты мог нормальные бутерброды подготовить или нет? Пашка, вот тебе за еду нельзя ответственным ставить. Ты всегда все самое вкусное съедаешь. Пацаны, я понятия не имею, что произошло с этими сэндвичами. Когда я их покупал в булочной под названием Подписка, они выглядели просто потрясающе. Здравствуйте, а у вас есть самый вкусный сэндвич, который только может быть? Здравствуйте, конечно, сейчас сделаем. Ого, вот вам на чай, спасибо большое. Ого, спасибо. Офигеть, вот это сэндвичи выглядят мега аппетитно, пацанам понравится. Ты купил это в лавке Подписка, а Подписка это красная кнопка подписаться, она всегда все портит, поэтому сэндвичи испортились. Но если эту коробочку закрыть и попросить подписчиков из красной кнопки подписаться, сделать серую, вы подписаны, я уверен, эти сэндвичи станут нормальными. Пожалуйста, спустись под ролик, тыкни на кнопку подписаться, сделай ее серой, чтобы мы нормально покушали. Вон аж вороны светились на такие вкусные сэндвичи. Звучит, конечно, как магия, но возможно это нам поможет, я капец хавать хочу. Открывай. О, я такие покупал. Слушайте, вот видите, ребята, вы своими красными кнопками не только поддерживаете наш канал, но еще нас и кормите. Спасибо вам огромное, ребята. Ладно, давайте, пацаны, сейчас побыстрее поедим и будем выдвигаться уже в той табличке. Можно идти одновременно есть. Подожди, а дрон-то оставить? Хотя ладно, с собой возьмем. Угу. Когда вы нашли этих овец, что же вы сделали? Мы не могли сделать многое. Мы посоветовали хозяину фермы поставить ловушки по периметру, чтобы этот злобный зверь при следующем нападении попался хотя бы в одну из них. Но на следующий день старик опять обратился к нам. Опять разорванные овцы, но теперь были не только они. Мы обнаружили еще и коров. И самое странное, что никто ни в одну ловушку так и не попал. Мы были в смятении. Табличку я вижу. Так, Пашка, поаккуратней. Из дрона не было никого видно. И сейчас тоже свет нигде не горит. Да и здания разрушены. Ну по-любому же это логово картун-шип. Это самый красивый дом в этой заброшенной деревне. Вообще выглядит стремно. Может туда не пойдем? Может так с дроном посмотрим? Табличка. Убирайся не просто так. Мы должны поймать эту картун-овцу. Или картун-овен. Вот знак. Чтобы выяснить, куда подевался картун-шип, мы должны пойти внутрь. По-любому там внутри есть зацепки, с помощью которых мы поймем, где обитает картун-шип. Как он живет, сможем его подснять и возможно даже поймать. Может он прямо сейчас там обитает? Это вообще не безопасная идея. Пацаны, если что, у нас только табличка, которую просто убирайтесь. Может тут какой-нибудь мужик живет? Пойдемте в это здание. Смотри, как там второй этаж завалит. Туда даже не пробраться будет. Да я думаю, пробраться просто снегом завалило. Пацаны, дом огромный, я предлагаю разделиться. Я пойду на второй этаж. Артем, нет, я пойду туда. Смотрите. Ребят, Сафик, ты дурной что ли? Ты же не знаешь, что там под снегом. Может быть там яма и ты провалишься. Да я не боюсь, я туда пойду. Вы тут разделитесь. Если что, я вам крикну. Ладно, ребят, если Сафик 1, 2, 3, 4 и такой бесстрашный, то иди, Сафик, на второй этаж, а мы с Пашкой первый этаж обследуем. Нам нужно побыстрее это все осмотреть, потому что в любой момент, если картун-шип здесь, то он может в любой момент уйти. Ладно, пацаны, давайте. Вы тогда там разбирайтесь, я пока наверх пойду. Сейчас, блин, тут просто композиция красивая. Все ступеньки во льду, можно подскользнуться, а светит солнышко. А, да куда? Думаешь, там интереснее? Что случилось с овцами и коровами? К чему вы ведете-то вообще? Что там произошло? Расскажите, пожалуйста, поподробнее. Вы один из немногих людей, кто видел картун-шипа. Погодите, погодите, сейчас дайте мне собраться. Так вот, на следующий день мы опять пришли в этот сарай, и на этот раз там оказалась всего одна овца, но эта овца была необычной. Что вы пришли? Мы близились к ней, она мгновенно распрямилась, и встала на две конечности как человек, и у нее были руки, а на руках перчатки. Получается, это был картун-шип? Тогда мы еще не знали, что это. Мы растерялись. Мой коллега растерялся, он начал просто стрелять, а я просто впал в шоковое состояние, и не мог сдвинуться с места, и не мог ничего поделать. Но этот картун-шип сейчас так же быстро, как и появился. Посмотрим первый этаж. Я уже чувствую, что мы близки. Чувствую вслед картун-шипа вот этим носиком. Тут вообще такое? Ты не видишь-то, Артем, это же... Что это за знак? Смотри, как он легко стирается. Он здесь очень давно весь в пыли. А свечки откуда здесь? Кстати, ребят, они по-любому горели. У них фитиль черный, значит, их кто-то поджигал. О, а это, смотри, Артем, это же сено. Это прямые следы картун-шипа. Это сено, а картун-шип овца. Он любит сено, он либо здесь спал, либо кушал. Но почему здесь все в крови? Может быть, он кого-то кушал здесь вместо сена? Фотография портала, все в крови. Откуда здесь взялось это изображение? Слушай, вообще тут обстановочка страшная. Все это мне напоминает какой-то ритуал. По призыву или, я даже не знаю, приношению в жертву. Картун-шипа кто-то призвал как монстра в эту деревню, чтобы он кому-нибудь навредил. Все руки испачкал. Пацаны, пацаны, идите сюда. Я кое-что нашел. Надо быстрее к Сафику. Там, видимо, дырка где-то на втором этаже. Слышно так отчетно. Пацаны, Сафик, побежим. Пацаны, идите сюда. Смотрите, что я нашел. Пашка, смотри. Мы же эти знаки видели внизу у того алтаря с ритуалом. Обалдеть. Тут помимо этих знаков куча разбросанных бумажек. Вам здесь не место. Это точно нам? Слушай, ну я не уверен в этом, но здесь есть еще какой-то блокнот. Мы знаем, что картон шипа видели в этой усадьбе. Была табличка. Убирайтесь. С Пашкой вы нашли алтарь. На первом этаже там было сено. И фотографии портала даже. И кровь. И этот знак. А ты нашел в какие-то тетрадки. Вам здесь не место. Даже флага какая-то есть. Что-то мне совсем здесь не нравится, пацаны, если честно. Давайте просто пойдем в палатку и там перечитаем этот дневник. Там очень много интересной информации. Я думаю, здесь пока что это небезопасно. Ладно, пацаны, давайте двигаем отсюда. Давайте побыстрее, Толик, а мне страшно. Ничего, картон шип. Мы тебя обязательно найдем. Пацаны, главное не смотрите в блокнот. Потом сами все почитаем и поймем, что к чему. Да не закля... Это что было сейчас? Подождите, может свалим, пацаны, отсюда, а? Аааа! Это что? Бегите, бегите, пацаны! Давай быстрее! Ааа, ааа, ты блин застрял, ааа! Ааа, да помогите, пацаны, быстрее! Ааа, боль на ногу! Ааа, быстрее, быстрее! Усполиваю, быстрее! Спасибо, пацаны! Фух, пацаны, вроде никто не бежит. Мы оторвались от этого монстра Нужно узнать, что в этом дневнике Мы видели, какой этот картун шип Огромный Я впервые вижу такую Огромную карту на овцу И как мы его раньше на дроне не заметили Ладно, пошли к палатку, Артем Потом мы побеседовали с семьей фермеров Выяснилось, что у них есть дочь Когда мы опросили ее Выяснилось, что недавно Она нарисовала овечку А на следующий день этот лист На котором она нарисовала овечку Оказался пустым И как она не искала свой рисунок Его как будто бы и не было Вот тут мы и поняли, откуда взялось это существо Хотите сказать, что картун шип появился С рисунка, с листка бумаги Это же невозможно Ничего другого нам в голову не приходило А буквально через пару дней Мой коллега, который, кстати, уже был В очень плохом состоянии Он пришел ко мне с блокнотом Дело в том, что он поискал в интернете И нашел множество таких же похожих Мультяшных персонажей И выяснил, как их можно изгнать Нужно было попробовать Нельзя было терять ни минуты И когда мы пошли Простите, мне тяжело говорить Я больше не могу Это ужасно, что было Но скажу вам так Когда мы пришли в ту деревню Изгонять картун шипа Он тоже пришел И я единственный, кто смог уцелеть Мой коллега не смог выбраться живым Скажу вам так Это очень опасное существо И если вы встретитесь с ним То бегите Бегите как можно дальше Давайте начнем с изучения дневника Сегодня поручили очень странное дело Я попытаюсь как можно скорее Вникнуть во все это Слушай, возможно это дневник полицейских Да невозможно, это точно Кому еще дело-то могли поручить? А вот дальше пишет совсем не полицейский Здесь про какой-то ритуал пишут Я чувствую, кто-то приближается Кто-то, кто снова попытается меня изгнать Возможно, что это мы Он про нас говорит, нет? Слушай, по почерку Видимо, этот дневник сначала принадлежал полицейскому А потом картун шипу Тот алтарь, который мы с Пашкой нашли Это, наверное, ритуал, чтобы изгнать картун шипа Полицейские тогда пытались его изгнать У них не вышло Картун шип с ними разделался И забрал этот дневник себе Но по дневнику и по записям в этом дневнике Он очень сильно боится, что кто-то сможет завершить ритуал И его изгнать Так а почему вы не завершили этот ритуал сразу? Ну, ты нас позвал, и мы пошли смотреть, что у тебя там Вообще, хочу сказать, какой же жуткий этот картун шип Спасибо, друзья, что спасли меня Когда я застрял ногой в его усадьбе Кто знает, что со мной бы произошло, если бы не ваша помощь У него даже табличка возле его усадьбы Убирайтесь Он наверняка больше нас боится, что мы сможем провести ритуал и изгнать его, чем мы его Давайте пойдем тогда и как можно скорее завершим этот ритуал Подожди, подожди, Паш Давай мы пока перед тем, как идти в тот дом Запустим дрон в воздух, чтобы осмотреть каждый уголок Вдруг он поджидает нас где-нибудь под деревом А в частности, давай проверим ту дорогу, которая ведет к его усадьбе Смотри в первую очередь дорогу, по которой мы шли к усадьбе Именно там картун шип должен будет идти Если он решил за нами проследить по запаху, либо по следам Он по-любому пойдет по этой дороге Ну, пока что его не видно Нет, да усадьба с другой стороны, с другой Поверни, поверни, поверни Подожди, командир Я думаю, где-то около входа должен сидеть Если он хочет на нас напасть Тогда надо пониже опуститься, чтобы точно его заметить Если бы он хотел на нас напасть, он бы по этой дороге пошел Давайте эту дорогу лучше смотреть Смысл ему в окошко-то смотреть? Он нас видел, он знает, кто мы и где мы Ему выследить нас, расплюнуть Он сто процентов по этой тропинке А у нас палатка прямо на этой тропе стоит Сафик, поверни, поверни на дорогу Хорошо, хорошо Вот он, картон шип, я же говорил Сафик, я не могу понять Сафик, назад, дрон, назад, сдавай Сафик, наверх, наверх, вылетай Там ветки, там ветки, аккуратно Он сейчас дрон схватит, Сафик, наверх, взлетай Срочно наверх, ну Бегом, бегом наверх Это же дорога, которая взади нас Картон шип стоит на ней И готов нас схватить Слушай, блин, нужно было аккуратно Он реально в любой момент мог дрон этот схватить нафиг Сафик, давай подпустимся немножко И посмотрим, где он сейчас Если он пойдет дальше по этой дороге Он нас сто процентов схватит Мы должны выяснить, где сейчас картон шип Его здесь нет, Артем Он пропал куда-то Обалдеть Он же стоял на этой дороге Прямо 500 метров от нас Что за фигня? Алло? Алло, дрон, блин Как же GPS лопнул, ёкар МН Капец, блин, Артем, что делать-то? Ты опять дрон сломал Пашка, сходи за новым А где Пашка? Пашка! Пашка! Какая-то шутка или пранк? Что это такое, Артем? Он в какой-то момент, видимо, пропал Его картон шип утащил Срочно побежали спасать Пашку Срочно побежали Пашку спасать Давай! Картон шип! Он прямо перед нами стоит Верни нам Пашку! Сейчас я научу ему хорошим манерам Артем, аккуратней! Ах ты гад! А ну иди сюда! Ничего себе, втащил! Сейчас я тебя так за Пашку вдарю! Бам! Ну что, получил? Обалдеть, Артем! Вот это ты да! А то школа Валуева зря не пропадает! Офигеть! Ладно, нам нужно спасти Пашку! Пашка! Где он? Ты видишь его? Пашка! Вставай! Ё-моё! Пашка, Пашка, вставай! Что? Где я? Почему я здесь? Мы снимали на дрон картон шипа И ты резко куда-то пропал Что это за знак? Кто тебе его нарисовал? Да я не знаю! Почему не стирается? Ребята, вы видели этот знак где-нибудь? Пашку жиря его похитили И нарисовали ему Да пусти, блин! Я не знаю вообще, что здесь происходит Давайте уже свалим отсюда Из этого гибкого места Из этого монстра Подождите, пацаны Давайте зайдем в комнату Где обряд? Попробуем там что-нибудь сделать Может быть, мы уберем этого картон шипа Если картон шип смог тебя так беспалевно похитить То значит, он их и других людей может воровать из деревни Мы должны его изгонять Алтарь на первом этаже Побежали! Побежали, пацаны! Да, блин! Давайте, пацаны, вот это место! Зажигаем свечи О, зажег, на! Держи зажигалку Я пока другую свечку другой подожгу А я пока вспомню какие-нибудь заклинания Думай, голова, думай, думай, думай Ахалай, махалай Тумба-юмба, 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 тумба-юмба Тумба-юмба Сейчас мы подождем все свечки И надеюсь, ритуал сработает И картон шип исчезнет Пацаны, я, конечно, не уверен, что этот ритуал как-то нам поможет Но, а вдруг? Все, последняя свеча Так, ставим сюда Ребята, сейчас мы подожгли свечки И стоим около этого знака Возможно, нам удастся привести ритуал, чтобы изгнать картон шипа Слушайте, конкретных слов я не знаю Но давайте за руки возьмемся И попробуем говорить Картон шип, уйди 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 Вы слышали этот звук? Кажется, изгнание работает Срочно валим отсюда! Нужно уезжать, давай, быстрее Давай, бегаем Ё-моё Вы слышали? Кажись, сработало Заклинание Ребята, мы смогли засунуть картон шипа обратно в портал Спасибо большое тому полицейскому, который нам так помог И обязательно ставьте лайки, если вам понравился этот ролик А еще... Ё-моё Тыкайте, тыкайте вот сюда И смотрите вот эту пулю Ребята, ребята Давай Тыкайте сюда, чтобы посмотреть новый ролик про какого-нибудь Картона Давай